всем привет меня зовут оксана и рад вас приветствовать на своем канале оксвелл в сегодняшнем видео покажу свои процессы которые у меня сейчас активно вяжутся и даже возможно покажу вам одну готовую работу давайте начнем с футболки а я уже показывал в предыдущих видео вяжу я ее из пряжи с 1 горнлайн и если вы не видели прошлое видео то я вам даже подскажу сейчас состав так у нас 53 процента хлопка 33 процента вискоза 14 процентов ли он 50 грамм 110 метров так цвет 1015 и в общем то наверное все сюда у меня ушло три полных мотка ввязывание это футболки и на самом деле довольно таки очень хороший результат по мне потому что есть уже посмотрю и мне наверное один либо полтора матка еще нужно будет чтобы создать вниз футболку и один либо наверное полтора максимум даже один я думаю моток чтобы связать рукава даже думаю наверное половинка матка матка хватит у меня их 6 заказов а в общем то сама пряжа очень комфортное вязание она мягкая в лицевой глади как видите смотрится очень хорошо если конечно да здесь круг кокетки надеюсь что после стирки все подравняется и еще возможно немножко плюс от партия изделия вот в этой части круга кокетки чтобы дырки где дело прибавки были не так сильно заметны а что еще по поводу этой пряжи единственное небольшой небольшое такое в общем то наблюдение которое у меня произошло когда я вяжу эту футболку у меня иногда в самой нитке сено появляется возможность того то что точно натуральный пряжи составили он возможность того то что этот цвет и так думаю натуральный и здесь не так сильно в общем то он уходил но не знаю конечно приходится надо чистить саму нить когда вяжешь потому что иначе будет все это дело колодца но не так часто все равно появляется есть конечно но и не думаю что такая небольшая проблема если кто уже вязался до пряжи в других цветах расскажите пожалуйста встречали вы в своих своем цвете в общем-то сено потому что у меня вот в этом цвете она есть а так мне в принципе устраивает вообще вся эта футболка и она мне уже безумно нравится несмотря на то что я еще не довязала но я надеюсь что в будущем еще придумал какую-нибудь модель и закажу прядь уже пряжь другого цвета и что-нибудь это свяжу то что мне на самом деле очень понравилось это мой процесс номер один мой процесс номер два да я знаю я вам уже показывал других видео это футболку она выглядела по-другому но я ее распустила потому что у меня в общем то не получилось все посадить на себя должным образом я вязала реглан погон и сейчас я решила что буду взять обычный реглан футболку и даже не так больше нравится во первых что здесь поменяла я связала резинкой 2 на 2 горловину и после этого уже начала вязать полотно лицевой гладиум так мне обработка нравится больше чем я вязала вот прошлую футболку просто начала лицевой гладью вязать и все потому что иначе она смотрится не неаккуратно вот ну а так на самом деле вяжется на медленно потому что спицы 325 и как-то не знаю почему про шансами вязался много быстрее вот раз медленно несмотря на то что я уверена что результат будет очень очень красивый и смотреться будет эффектно вяжется это трудно наверное потому что распускалась и второй раз как на эти бывает вдохновение еще нужно найти либо потому что все таки тонкая достаточно пряжи и петель соответственно здесь получается уже много и вяжется все это долго а так у меня продолжается этот процесс вывязывается и надеюсь что к лету он будет готов но по крайней мере планирую я носить этим летом эту футболку это точно следующий мой процесс я как-то уже показывала то что начала взять носки и я остановилась где-то наверное вот здесь вот и перестала переключилась на другие изделия и было взять немного веселее но тут в общем-то я вновь вспомнила про эти носки и решила немножечко их повязать повязала я их достаточно хорошо буквально за два дня ну я не сидела только с носками вязала совершенно другие изделия я расскажу вам о них чуть попозже но где-то вот в перерывах бывало что вязала носочки видите у меня уже вот столько связалась я связала пятку бумеранг в последнее время это вообще пятка фаворит очень удобная посадка очень красиво смотрится на ноге поэтому другие пятки я сейчас даже не вижу по поводу при это пряжи я уже неоднократно говорила что невероятно мягкая и очень комфортно и конечно же секции которые здесь получается мне вообще в разных окрашиваниях абсолютно разные мне очень нравится поэтому вяжу эти носочки с удовольствием но достаточно редко надеюсь что тоже ближе время добежу а потом не забываем на еще второй носок но я кстати не люблю вязать сразу два носка способом magic look у меня во-первых и леска здесь короткая но во-вторых не знаю как-то нравится мне по одному почему-то носку вязать и потом получается что у меня много носков не в паре а по одному надеюсь что с этим такого не будет следующий мой процесс это джембер который я очень сильно вообще просто люблю уже всем сердцем он и так нравится но у меня здесь есть небольшая проблема в общем-то какая я связала рукавам и как видите все смотрится хорошо так я и планировала они у меня до локтя сделаны здесь небольшим фонариком связала резиночку один на один как у меня в общем-то и горловина но теперь в общем-то дальше мне необходимо добавлять еще один цвет но я так до сих пор и не решила что это будет за цвет плюс ко всему у меня заканчиваться это пряжа поэтому я теперь уже понимаю что мне необходимо будет заказать новый цвет чтобы добавить сюда 4 и до заказать пряжи на обработку не из резинкой какие цвета я сюда уже только не прикладывала и более темно-сиреневый и зеленый и фиолетовый но почему-то пока я не не вижу никакой здесь цвет наверное придется когда вся вот эта вот история пройдет с вирусом с этим изделием ехать в магазин либо попозже все-таки прикладывать к сайту к цветам которые есть и смотреть какой же цвет нужно добавить пока я больше конечно склоняюсь к темно-лиловому цвету здесь он смотрится знаете низ такой будет более яркий более темный принципе будет смотреться хорошо но тогда его изделие не будет вот яркого акцента если делать зеленый то он будет это слишком ярким понимаете да в общем не так не так не нравится что в общем-то нужно пока сама не пойму поэтому я довязала здесь рукава и отложила это свою проектную сумочку для того чтобы ждать момент когда я все-таки наконец-таки подберу сюда цвет и и закажу его чтобы закончить это изделие и кстати да хочу рассказать я вот человек такой я люблю убирать сразу нитки они почему-то меня вот раздражают я сделала подрезы видите довольно таки аккуратно и все соединения которые у меня есть были я их убрала и отрезала ниточки для того чтобы потом в будущем я с этим не мучилась поэтому как видите осталось только вот просто докупить довязать и все носи я не хочу я уже думаю что скорее всего осенью буду носить это изделие если у вас есть какие-то идеи может быть советы напишите пожалуйста внизу я буду вам очень благодарна и обязательно досмотрю каждое предложение потому что мне действительно сейчас большой вопрос с этим изделием хотя на ней безумно нравится еще одно изделие которое вам хочу показать и но у меня уже даже не умеешь не умещается в кадр на самом деле я его почти закончила конечно я вам потом покажу уже в следующих я думаю видео готовы готовых работах это джемперы либо там фотографии вставлю потому что здесь он не влезает если вам интересно заходите в мой инстаграм там как раз таки выкладывала на манекене фотографии ну правда пока еще без рукавов но в скором времени все это изменится а все почему потому что я довязала один рукав как видите и на финишной прямой вязание второго рукава сейчас я уже буду переходить на другие спицы и вязать резинку один на один и заканчивать и мой джемпер готов я невероятно им довольна мне он безумно нравится смотрится он очень красивый цвет на самом деле вот этот серый очень благородный и мне идет потому что не все серые оттенки мне подходят вязал я это из бобины пряжи в две нити на спицы в 10 но у меня даже нет артикул да я знаю что это альпака была с мериносом и полиамидом очень приятная ниточка и теплая поэтому благодаря тому что здесь есть ажур в нем не будет жарко очень красиво здесь смотрится резинка видите один на один вот я закрывала обработка все мне нравится и вот сегодня буквально с того когда я сниму это видео я наконец-то закончил рукав и отправлю его стираться так что в скором времени обязательно вам его покажу так что заходите обязательно в инстаграм там я выкладываю фотографии всех своих процессов и готовых изделий они-то появляются чаще чем здесь следующая моя работа это даже уже готова работа не процесс шапка значит что им хочу они рассказать во первых сейчас конечно в стране вообще во всем мире очень странная ситуация и конечно же всем нервничать сидим дома и и занимаемся разными вещами вязание как раз таки нам помогает спасает нас там ненужных мыслей и как раз таки я начала совсем недавно очень много проектов из той пряжи которыми давно лежала я ее все откладывал откладывала в отдельную сумочку для того что не нужно обязательно что-нибудь из этого связать в ближайшее время и так у меня эта сумка накапливалась пряжа и ничего не вязалось вы понимаете тут я наконец-таки и и достала и решила что пора пора начинать и вот как раз таки сейчас я решила устроить всем своим вот этим вот процессом который это начало всем своим все свои пряжи которые все откладывала наконец-таки вызов и вот что у меня из этого получилось значит во первых у меня такая пряжа есть это line из дунорд на то мы все прочтете она у меня лежит уже очень давно наверное несколько лет и у меня четыре мотка это пряжа было четыре теперь у меня конечно же два с половиной потому что я связала эту шапочку я не знаю будет вам видено или не будет здесь у меня еще есть блеск это люрекс я вам оставлю здесь подсказочку покупала я мохер с люрексом на последнем по моему вулл маркете у вали суходол и как раз таки смиксовала я эту пряжу с этим люрексом она не смотрится вместе настолько гармонично знаете как будто это вот одна нить была сразу сделана производителем по поводу расхода здесь тоже очень хороший расход у меня на шапочку с отворотом вот видите она довольно таки длинная и на обхват головы пятьдесят шесть пятьдесят восемь ушло полтора мотка то есть это вот то что от второго моточка у меня осталось мохер у меня ушел полностью там осталось буквально наверно десять сантиметров от самого мотка то что осталось поэтому я очень на самом деле довольна этим процессом и да по поводу до пряжи это неоднозначная вообще очень пряжи мнением мою о ней до конца не сложилось во первых когда сначала набирала просто петли вот вязать шапочку без компаньоны из мохера то я не понимал на самом деле сколько петель не нужно потому что вязала образец вроде по расчету одно количество петель по факту другое и она такая знаете ножка обманчивая в итоге я когда соединила уже с мохером эту пряжу она у меня хорошо пошла вот здесь вот чтобы понимали у меня сто тридцать две петли и поскольку все таки это узор такой что медвей изнаночные одна петля вытянута то она не тянется но она прекрасно то есть сидит на голове держит форму и после стирки очень хорошо распушилась не знаю будет вам виден пушок или нет но она кстати даже стала помягче поэтому в принципе пряжа на самом деле сама по себе неплохая но нужно понимать какой взять рисунок потому что не каждый рисунок может лечь хорошо так что это первая такая готовая работа и это вот пряжа который давно хотела уже повязать и наконец-таки я это сделала следующие изделия если вам покажу значит у меня очень давно очень давно была куплена такая пряжа это биби биби фул в цвете 6823 и у меня таких четыре матка и наверное года четыре назад я покупала эту пряжу сама не знаю для чего уже сам не помню я она покупала в комплекте у меня еще было черный там коричневый вот розовая и она мне уже очень давно лежит не знала куда я в общем даю пристроить что из нее связать потому что 4 матка ни туда ни сюда что-то либо детская либо шапка но такого цвета шапка на взрослого сами понимаете не серьезно поэтому я решила что свяжу детскую шапочку и если мне хватит пряжи только ниже снут обвяжу я это резинка один на один на спицах три с половиной и мне нравится полотно которое получается вот это пока только первым моточка начала надеюсь что два матка мне хватит потому что даже полтора буду очень надеяться потому что оставшуюся пряжу хочу пустить на снут либо потом придется взять еще одну шапку и наконец-таки не надеюсь что я уже из расходу это пряжи нами не будет просто так лежать и мозолить глаза так что это мой еще один процесс который как раз таки позволяет израсходовать все мои запасы пряжи которые лежали в той сумочке и последний процесс на сегодня это знаете неоднозначная самом деле вещь потому что не каждый и сможет понять у меня я даже не честно скажу не знаю сколько лет назад я покупала эту пряжу это вита фэнси и это такая пушистая пряжа в общем то скорее всего для халатиков для игрушек детских вещей и я свое время зачем-то ее купила мне очень хотелось видимо попробовать не знаю не могу сказать я тоже что-то и нашла в той же самой сумочке решила что пора ее использовать я начала взять домашние носки и что и у меня просто по одному мотку серый один моток один моток розовый и ими не хватит на два носка поэтому я решила таким образом это дело все скомбинировать сделать резиночку розовую пяточку и потом и сока все остальное серым здесь я уже вставила спандекс видите она вот у меня приходит потом обратное положение для того чтобы носок сразу не растянулся и не полетел после там первой носки в стирку они в стирку даже а в мусорку в принципе мне нравится этот процесс и мне нравится результат который получается надеюсь что они будут носибельными и я смогу в общем-то как-то их использовать носить дома допустим зимой когда холодно и и вообще использую вместо тапочек вот но это уже будет видно после того когда я свяжу два носка и а похожу какое-то мнение у меня сложится них но в любом случае я решил использовать тоже эту пряжу наконец-таки и чтобы мне не лежала она мертвым грузом так что это все это все мои процессы которые у меня на сегодняшний день есть всем спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки этому видео и смотрите обязательно другие видео и мы увидимся с вами в следующей серии всем пока пока а я